Следующее видео называется Пякин ВВ Армяне, запасные евреи Я думал, что это вот Советский анекдот только Где умирает старый армянин и говорит Значит, на смертном адре Берегите армян И все армяне удивляются Типа, почему А, нет, говорит, берегите евреев Да, я, по-моему, оговорился И армяне все удивляются Почему, почему берегите евреев И старый армянин говорит И, значит, евреев убьют За нас примутся Видимо Сейчас субъект На фоне карты географической Нам, значит Разовьет тему Вот этого советского анекдота Старого Вообще, люди, для того, чтобы придать какую-то серьезность своим словам Они записывают видео Либо на фоне книжного шкафа Что, как бы, должно говорить о том, что Типа, смотрите, я умный, я прочитал все эти книги Хотя, в большинстве случаев Это не так Либо человек записывает видео на фоне географической карты Типа, вот, смотрите Я, там, изучаю весь мир За моей спиной Вот, либо Ну, вот, некоторые Особенно тупые субъекты Они носят очки без линз Для того, чтобы казаться интеллигентней Вот, это, собственно, еще один реверанс в сторону Саибапталова У которого нет проблем со зрением Он просто носит очки без линз Для того, чтобы казаться умнее Вы сказали о том, что армяне – это запасные евреи Да, это очень объемный вопрос И, вероятнее всего, судя по реакции наших зрителей Нам надо будет записать Пишут, Пякин – это коп Ну, я понял, что это коповцы Еще до начала видео Мне можно было даже не пояснять это Отдельный видеокомментарий по этому поводу Вот, как мы делали предыдущие Ну, а если коротко, то ситуация, в общем, такая Еврейство, мировое еврейство Это инструмент проведения глобальной политики Как всякий инструмент Этот инструмент, он тупится И его надо приводить в работоспособное состояние Для этого производят холокост Когда в сионизме это называется обрезание сухих ветвей То есть люди, которые пошли на добрососедские отношения с окружающим населением Должны быть уничтожены Поэтому во время погромов бьют врачишку Фиму да партнишку Симу Но никогда не тронут никакого Ротшильда Никогда Вот уровень уже какого-то там олигарха Более-менее состоятельного Никогда он уже не подвергается никакому погрому А бьют именно простых евреев Но глобальный предиктор Сформировав инструменты мирового еврейства Понимал, что рано или поздно управленческая роль Причем глобальный предиктор это какие-нибудь рептилоиды Мирового еврейства Как инструмент проведения глобальной политики Придет Ну будет разоблачена И тогда нужно будет совершить подмену инструмента Но для того, чтобы совершить подмену инструмента Нужно иметь готовый инструмент Для проведения этой самой глобальной политики Поэтому Как только был сформированный инструмент из мирового еврейства Так начался Что-то похожее было у Гейдара Джамаля, кстати Гейдар Джамаль тоже мог бы кобовцем быть Реализация армянского проекта Армянская диаспора Находится Ну, будем говорить так Она не меньше, чем еврей Так, что у нас опять с трансляцией происходит Как бы Интернет у нас стабилен Причем, самое смешное Трансляция периодически вылетает Как бы Это что, это Ютуб шалит Или что это происходит Гейдар Джамаля, диаспора по миру И она также включена в мировое управление Видите, Ротшильда Они не хотят, чтобы мы знали правду И поэтому они Попытаются всячески блокировать Наше пиратское радио Турную сферу и везде Так, Накитакадзе Ты что там шапочку из фольги снял, что ли? Экранирует стрим Падает периодически Надень шапочку назад Все должны смотреть стрим в шапочках из фольги Если хотя бы один слушатель снимает шапочку У нас трансляция провисает, короче И канал банят Всем проверить наличие шапочек с фольги Причем это не должна быть фольга из шоколада Аленка Потому что там плохая фольга у них И на обложке шоколада Аленка изображена еврейская девочка Это должен быть хороший шоколад с хорошей фольгой Вот Шарль Азнавур, например Такой французский певец Этнический армянин И много еще чего такого Так, у нас опять трансляция подвисла Блядь, да что ж такое Кто там шапочку снимает постоянно? Так, Накитакадзе, мы ждем только тебя Давай То есть они находятся на запасных позициях Все время Глобальный предиктор рассчитал так Вот как только люди выявят Мы проведем последний глобальный мировой холокост Евреев уничтожаем А Не надо этого делать, это плохо Новую экспансионистскую глобальную политику Ту же самую ветхозаветную библейскую Будем вести на основе мировой армянской диаспоры Что касается по России То проект Северная Армения Он для России, пожалуй, больше является русофобским Нежели чем что-либо Вот из того, что есть у евреев Классического варианта Вот И сейчас вот армянская диаспора Она находится, так скажем, в замороженном состоянии Она хорошо введена во все системы Я вот был в Краснодаре Когда я могу сказать Армянки отличные, просто замечательные девушки Управление в культурную сферу В научную сферу Но ждет своего часа Когда пройдет последний мировой холокост И можно будет перевести управление на армян Это очень коротко Про саентологов тоже есть? Да Тут надо отметить вот какой вариант Армяне могут быть и не востребованы Что будет большим счастьем для армян, надо сказать По одной простой причине Что армяне и евреи Как инструментарии проведения глобальной политики Они формировались в те времена Это тысячелетия назад Когда о саентологии И возможности переформатирования Типа строя психики Уже у взрослого человека Не было и речи А сейчас появилась саентология И поэтому прямо с ликвидацией еврейского проекта Можно сразу перескочить на Да, третья мировая будет войной саентологов против кришнаитов Все как я и сказал Вариант саентологии для глобального предиктора Ну с какой-то подпоркой армянской Ну вот этот вариант для армян Армяне-саентологи Является, ну, просто, надо сказать Желательным Поскольку тогда они будут Ограждены от последующих Мировых холокостов Которые все время Происходят в отношении евреев Но армяне тоже имели свой холокост 15-й год Уничтожение армян Миллион В течение недели В следующем году Столетие будет Да Да, вступайте Доступна общая теория управления Доту Ребята Пошли в доту все Блядь, как же смешно Движение нот есть уже Слушайте, а мне маргинал Постоянно говорит Типа, я вот, типа, пошел в доту Там с пацанами Я еще думаю Блядь, маргинал, какая дота У тебя, блядь, три всевышних образования Какая дота Я все не мог понять никак Оказывается, речь-то идет Не про игру доту А речь идет о доступно Достаточно общей теории управления То есть маргинал, когда он говорит Типа, ну че, Линк, пошли в доту И Линк такой Да, да, пошли в доту Я-то думал, они, типа, играют в эту игру Для дегроидов, блядь Для школьников умственно отсталых А нет Они изучают концепцию Общественной безопасности И достаточно общую теорию управления Да, о чем и речь То есть школьник какой-нибудь говорит Мамке, типа, ну все, я пойду, значит, в доту Изучать доту А она ему говорит, типа, а ты уроки сделал Потому что она думает, что он пошел играть в игру А он на самом деле изучает Достаточно общую теорию управления Слушайте, это гениальный панчлайн Просто в конце видео Слушайте, это гениальный панчлайн просто в конце видео